Дом по проекту Шале выполнен в альпийском стиле. Главной изюминкой этого проекта является санитарный узел на втором этаже с небольшой сауной. У этого дома особенная и нелегкая судьба. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы передаем нашим заказчикам новый дом по проекту Шале. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как выглядит каркасный дом, который разобрали после 10 лет эксплуатации, а потом снова собрали. Можно ли на мансарде сделать сауну? В чем скрыт подвох дешевой металлочерепицы? Какой кровельный материал мы применяем в строительстве? Какие преимущества имеет этот материал в сравнении с другими кровельными материалами? Итак, начнем. Дом по проекту Шале выполнен в альпийском стиле и отличается от других наших проектов большими кровельными свесами. Выполнить такие свесы без специальных мероприятий невозможно, поэтому фронтальный свес кровли поддерживается массивными консольными балками, на которых собрана открытая стропильная система. Карнизный свес кровли держится на открытых стропильных окончаниях. Этот дом, как всегда, полностью готов к проживанию. В доме смонтирована система отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, выполнена силовая и слаботочная электрическая проводка, установлен дровяной камин, санитарная техника и выполнена финишная отделка. Площадь жилого здания 207,7 метра, в том числе отапливаемую площадь 158 квадратных метров, ширина дома с автонавесом 14,2 метра, размер вглубь участка 9 метров, площадь автонавеса 34 квадратных метра. На втором этаже выполнен просторный балкон-галерея с площадью около 10,5 квадратных метров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить видео о новых домах, а мы продолжаем. В этот дом мы попадаем через стильную входную группу с открытыми балочно-стропильными конструкциями. Продолжаем осмотр и проходим в прихожую с площадью 6,8 метра, с высоким витражным остеклением и небольшой зоной для установки навесного газового котла. Из прихожей перемещаемся в холл с лестницей, из которого можем пройти в компактный санитарный узел, гостевую спальню, кухню-столовую 18 метров и гостиную с камином. Из гостиной и гостевой спальни можно выйти на запланированную большую террасу, выходящую внутрь участка. Поднявшись по лестнице в большой и хорошо освещенный холл второго этажа, мы можем пройти в одну из трех просторных спален с площадью 17-18 квадратных метров. Через чердачный люк по лестнице мы можем подняться в зону хранения под кровлей. И, конечно, главной изюминкой этого проекта является санитарный узел на втором этаже с небольшой сауной. Большой мраморной столешницей с зеркальной стеной с панорамным остеклением и выходом на балкон. Кроме сауны в санузле мы видим чешскую душевую кабину «Рава» 90 на 90 сантиметров со стеклянными дверками. А из базового предложения «Комфорт» мы видим на стенах и полах плитку завода «Сокол» коллекция «Травертин», радиатор отопления «Прада» и унисас «Джика Лира». Площадь санитарного узла – 11 квадратных метров. Вот кратко о сегодняшнем доме. Строительство каждого дома – это отдельная история. А у этого дома особенная и нелегкая судьба. Этот дом впервые был построен в 2011 году на выставочной площадке «Экодом-экспо» недалеко от станции метро «Парк Победы» в Москве. У нас сохранился 3D-тур по этому дому, и вы сможете вернуться в 2011 год и побродить по этому дому. Кроме того, при демонтаже этого дома мы сняли очень информативное видео о состоянии утеплителя в конструкциях правильно спроектированного каркасного дома через 10 лет эксплуатации. Призываю вас посмотреть эти материалы. Ссылки для просмотра 3D-тура и фильма об утеплителе в описании к данному видео. Учитывая поступающие вопросы, хочу попутно рассказать о кровельной системе, применяемой нашей компанией для большинства проектов, об ее особенностях и отличии ее от других материалов. Кстати, напишите в комментариях, какие виды кровли вы для себя рассматриваете и почему. Преимущество кровельных систем определяется совокупностью различных потребительских свойств. И перед тем, как начать этот рассказ, я приведу короткий пример. На дачном домике дедушка смонтировал шиферную кровлю. Кровля никогда не текла, но через 20 лет внук залез на крышу для установки спутниковой антенны. И кровля сразу начала течь в пяти местах. Внук забрался на крышу и залил все места протечки битумом. Но появились новые течи в новых местах. Шиферная крыша имеет удовлетворительную долговечность, но очень низкую ремонтопригодность. Так как шифер по прошествии 5-7 лет после монтажа теряет упругие свойства. И при резком или неравномерном нагружении на нем образуются трещины и сколы. В этом примере мы столкнулись с низкой ремонтопригодностью материала. Есть кровельные материалы, которые рекламируются и продаются под одним общим названием. Но имеют очень разные цены и свойства. Так мягкая черепица в зависимости от типа битума. Технология ее производства различается ценой и сроком эксплуатации более чем в три раза. Гарантия на этот материал от 10 до 50 лет. Или другой пример. Защитным покрытием для металлочерепицы является слой цинка и лакокрасочное покрытие. В продажу сейчас поступает металлочерепица с толщиной стали от 0,3 до 1 мм. С защитным слоем цинка от 100 г до 300 г металла на квадратный метр листа покрытия. А типов и толщин полимерного и лакокрасочного покрытия для металлочерепицы вообще сосчитать невозможно. На самую дешевую металлочерепицу дается только трехлетняя гарантия. Учитывая толщину стали 0,3 мм, ее даже донести до крыши без перегибов и замятостей крайне сложно. Каково работать кровельщиком на такой кровле при устройстве хребтов, ендов, дымовых каналов, фановых стояков и мансардных окон. А сделать что-то на такой кровле через 5-7 лет, ничего не повредив, почти невозможно. Особенно это касается крыш с наклоном более 25 градусов. Именно поэтому мы применяем на ваших крышах штучную черепицу. Такое покрытие ремонтопригодно. Большая часть черепицы лежит на обрешетке без дополнительного крепления. Это позволяет легко сдвигать ее и перемещаться по такой крыше. Каждую поврежденную черепицу можно легко заменить. Посмотрите, как выглядит узел примыканий дымовой трубы к кровельной системе. Глядя на него, понятно, почему производитель немецкой черепицы Brass в Москве дает на нее 30-летнюю гарантию. Заявления о высокой стоимости штучной черепицы сильно преувеличены. Производителей черепицы становится все больше и больше. Это и белорусский завод Забудова, и немецкое производство Brass в Москве, и Baltic Style в Санкт-Петербурге. Цены на штучную черепицу не отличаются от цен на качественную мягкую черепицу или металлочерепицу с гарантией производителя более 25 лет. Ограничивает массовое применение черепицы отсутствие в России достаточного числа специалистов, имеющих опыт по работе со штучной черепицей. Но все кровельщики компании БАКО проходили обучение в компании Brass и обладают большим опытом в работе со штучной черепицей. Вот почему мы считаем возможным выполнять для вас кровельные работы штучной черепицы Brass по цене работ с металлочерепицей. Напишите в комментариях, что бы вы хотели добавить в наши обзоры готовых домов, а мы постараемся учесть ваши пожелания в следующих видео. Друзья, если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. А компания БАКО строит дома для жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...